Российские предприятия рассказали о реализации нации проекта в условиях пандемии экономика нации проекты. 15 часов 39 минут, 17 апреля 2020 года российские предприятия рассказали о реализации нации проекта в условиях пандемии. Фото Илья Наймушин, РИА Новости предприятия Красноярского края продолжают реализовывать национальный проект производительность труда и поддержка занятости, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Уточняется, что в условиях распространения коронавируса эксперты, работающие на предприятиях участников нации проекта, перешли в онлайн-режим. Новые условия удобны для оперативного принятия решений, меньше тратится времени и денег на переезды сотрудников предприятия между площадками, сказал генеральный директор дорожного ремонта строительного управления номер 10 Евгений Найденко. Он добавил, что результатом внедрения инструментов бережливого производства, в том числе в дистанционном формате, станет развитие производственной системы компании. Учитывая текущую экономическую ситуацию в стране, участие в национальном проекте при поддержке экспертов РЦ Красноярского края позволит нам выявить новые точки роста за счет снижения внутренних потерь, отметил Найденко. По данным регионального правительства, в 2019 году в национальный проект вошли 29 предприятий из Красноярска, Железногорска, Девногорска и Минусинска. В 2020 году планируется вовлечь еще по меньшей мере 31 предприятия. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до 5% в год. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись, как спастись от коронавируса. Старайтесь не выходить из дома без необходимости, зачем это нужно. Вирус распространяется в общественных местах, старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет, это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах, зачем это нужно. Кашля или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метр, особенно если у кого-то из них кашель. Насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки, зачем это нужно. Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот, зачем это нужно. Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены, при кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя, сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом. Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднений дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью, зачем это нужно. Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны, сайт stopcoronavirus.rf, информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь, ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь. Подробный раздел на сайте Минздрава здесь, телефон скорой помощи 03-103 для звонка с мобильного телефона. Горячая линия Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, горячая линия Роструда 8 800 707 88 41, горячая линия Департамента здравоохранения Москвы 7 495 870 45 09. Источник – Всемирная организация здравоохранения.